Привет, друзья! Я журналист Дмитрий Полушин, главный редактор интернет-ресурса красньюс.ком, ну и одноименного ютуб-канала Красньюс и Красньюс Лайф. Хочу вам рассказать, как Генеральная прокуратура, Роскомнадзор, Федеральные власти продолжают защищать информационное пространство от следов деятельности Алексея Навального и ФБК, объявленных экстремистами, террористами, запрещенными в России организациями и даже уже не знаю, что добавлять, иноагентами, естественно. Сегодня в 6 часов 59 минут мне пришло два письма от Роскомнадзора. Я хотел бы вам их показать, зачитать. Я думаю, вы удивитесь. Перед вашими глазами корпоративный ящик, на который я принимаю вашу корреспонденцию. А это сайт красньюс.ком, который я создал в 2014 году, для того, чтобы не зависеть ни от кого и размещать то, что считаю необходимым. На этом сайте я и мои редакторы размещали публикации о новых расследованиях Навального, в том числе Я вам не Димон, Таинственный остров Дмитрия Медведева и прочее. Так вот, сегодня пришли письма из Роскомнадзора. Я вам их процитирую. Направляется уведомление об ограничении доступа к информационному ресурсу красньюс.ком, конкретный адрес страницы, в информационно-телекомационных сетях, в том числе сети интернет, на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 28.01.2022 года, то есть буквально три дня этому решению, как содержащего призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка и прочее, прочее, прочее. Открываем вложение И видим уточнение и разъяснение уведомления об ограничении доступа к информационному ресурсу, на котором размещена информация, распространяемая с нарушением закона. То есть это ее идентификационный номер. Указывается статья федерального закона, которая нарушена. И согласно требованию Генпрокуратуры РФ, не буду повторяться, информация на этом ресурсе содержит информационные материалы организации, деятельность которой запрещена в соответствии с федеральным законом от второго аж года. То есть закону 20 лет, но вот решили применить его сейчас в отношении СМИ о противодействии экстремистской деятельности и о противодействии терроризму. Ну и далее описывается конкретно, что же натворил я и мои редакторы. Описание запрещенной информации. На указателе страницы сайта в сети интернет размещена информация, распространяемая с нарушением закона, а именно информационные материалы организации, деятельность которой запрещена в соответствии с федеральным законом от 2002 года о противодействии экстремистской деятельности в оригинальном, либо переработанном виде. Соответственно, второе письмо абсолютно такое же, посвящено уже второй публикации, тоже связанное так или иначе с Навальным и с расследованием по Дмитрию Медведеву. А это, друзья мои, уже YouTube. И здесь те самые расследования, против которых выступает Генеральная прокуратура и Роскомнадзор в свободном доступе. Никто их не запрещает, никто их не может заблокировать, потому что, я так понимаю, YouTube не идет навстречу Генеральной прокуратуре, не идет навстречу Роскомнадзора. И Роскомнадзор с Генпрокуратурой пытаются достать тех, кого могут достать. То есть сайты местных СМИ, которые зарегистрированы в Роскомнадзоре, и отправляют письма в хостинг для того, чтобы эти сайты блокировали, если они не удалят публикации о Навальном, о ФБК, по сути, не удалят те расследования, которыми занимался Навальный со своими штабами, борясь с коррупцией в России. Я уверен, что таким образом получили письма о блокировке десятки, если не сотни СМИ на территории России, потому что, как правило, когда выходила публикация расследования Навального и ФБК, признанных экстремистами, десятки газет, сайтов об этом сообщали, публиковали свои материалы, рассказывали, разжевывали, правда ли, неправда. Если эти сайты вставляли плеер с видео с Ютуба, то сегодня эти сайты наверняка или в ближайшие дни еще получат уведомления от Генеральной прокуратуры и от Роскомнадзора о том, что они будут заблокированы, если они не уберут эти материалы. Но по сути-то возмущает, что в этих материалах нет никаких призывов к экстремистской деятельности, никаких призывов к массовым беспорядкам, никаких вообще критериев того, что это является экстремистскими материалами. Это разоблачение первых лиц в стране о том, как они обросли имуществом, дворцами, машинами, как они мутят с госзакупками, как они необоснованно богатеют. И вот эти материалы под одну гребенку Генеральная прокуратура и Роскомнадзор считают, что эти материалы созданы экстремистами, эти материалы подлежат удалению, а сайты, которые не хотят их удалять, подлежат блокировке. Я не исключаю, что следующим шагом Генеральная прокуратура и Роскомнадзор будет добиваться блокировки Ютуба, блокировки как минимум этих видео, ну а если не сможет их заблокировать, то будет ставить о блокировке всего видеохостинга. А что вы думаете об этой ситуации? Нравится ли вам эта зачистка? Напишите свой комментарий. Это Ютуб-канал Краснюса, Журналист Дмитрий Полушин. Всего вам доброго. Прорвемся.